Мы живем в удивительном мире технологий с дронами, высаживающимися на астероидах, холодильниками, подбирающими нам ужин, но несмотря на всю технологическую мощь человечества, до сих пор есть простые и не очень вещи, которые мы не можем объяснить, начиная с нашего тела и заканчивая глубинами океана. Представляю вам 7 фактов, которые наука не может до сих пор объяснить. Номер 7. Почему мы видим сны? А что вы делаете во сне? Выступали на сцене голым или же сразились с пурпурным драконом с лицом Рози Адоналл и с телом Рози Адоналл? Так или иначе, это связано с вашей активностью в течение дня или же с психологическим состоянием. Но что наука не может объяснить, в чем смысл? Через отслеживание быстрых движений глаз мы можем точно сказать, что человек видит сон, а используя сложные датчики, однажды мы сможем увидеть чужие сны. Во время сна активность мозга такая же, как и днем. Что-то важное происходит во время сна. Возможно, мозг упорядочивает информацию, полученную за день. Или же отчаянно стирает весь накопленный негатив. А вдруг мы находимся в некой альтернативной реальности? Номер 6. Мы одни во Вселенной? Помимо нескольких странных сигналов из космоса и вспышек света в ночном небе, науке еще предстоит доказать существование инопланетной жизни. Но также не доказано, что жизни в космосе нет. В нашей галактике приблизительно 40 миллиардов планет, теоретически пригодных для жизни. И это только если рассматривать органических существ, как мы. Условия, в которых возникла жизнь на Земле, невероятно уникальны. Но учитывая огромный размер Вселенной и разнообразие форм жизни на Земле, вероятность существования жизни где-то еще не нулевая. Также стоит учитывать нашу роль в поисках инопланетной жизни. НАСА считает, что человечество обнаружит жизнь в ближайшие два десятилетия. Вероятно, это будут минускулы, едва ли способные общаться. Стивен Хокинг не собирается ждать 20 лет. Он в сотрудничестве с русским миллиардером Юрием Миллнером запускает проект под названием Breakthrough Listen. Это поможет покрыть в 10 раз больше пространства, нежели наблюдалось прежде, с 50-кратно большей чувствительностью. Человечество сможет уловить сигналы со ста галактик с недостижимой прежде точностью. Номер 5. Что такое человеческое сознание? Если вы смотрите это видео, вероятно, вы обладаете сознанием. Если кто-то ударит вас по голове битой, временно вы будете без сознания. А если еще несколько раз перед тем, как похоронить вас, быть может, вы увидите всю свою жизнь перед глазами. Но что такое сознание и что с ним происходит, когда мы умираем? В самом базовом понимании, сознание – это сознание вашего физического окружения. Этим обладают многие живые существа. Но природа человеческого сознания уникальна. Животные и растения тоже осознают свое существование. Человеческое сознание развилось намного дальше уровня, где найти еду и где справить нужду. Но любой ли организм обладает потенциалом развиться до такого уровня? Электрические сигналы, которые проходят в 100 миллиардах наших нервных клеток, определенно – физический процесс. Но сознание порождает нечто большее, чем набор базовых инстинктов. Пока наука не сможет сказать, какая часть мозга ответственна за сознание, мы не сможем понять, как работает сознание. Номер 4. Что живет на дне океана? Говорят, что мы знаем больше о космосе, нежели об океанах. Доказать или опровергнуть это утверждение сложно. Но то, что океан еще мало изучен – это точно. Хотя спутники дают хорошую картинку поверхности, они не могут показать содержание. От одной до двух третий морской жизни еще предстоит изучить. Конечно, самый очевидный путь – спуститься в океан и изучать. Но это совсем не просто. Глубочайшая точка, бездна Челленджера, расположена в Тихом океане, на юге Марианской впадины. На глубине почти 11 километров. Люди спускались сюда лишь 4 раза, а высаживались на Луну – 6. Во время каждого спуска обнаруживаются удивительные находки. Например, во время последнего, в мае 2016 года, был обнаружен новый вид медузы. Что еще может прятаться во мрачных глубинах океана? Номер 3. Сколько планет в нашей Солнечной системе? С того времени, когда Плутон был позорно исключен из списка планет за маленький размер и тшедусность, ответ очевиден так – 8 или 7. Если вы верите в теорию, что Венера – это секретная звезда смерти, которая ждет-не дождется, чтобы уничтожить нас всех. На самом деле, какое бы число ни назвали астрономы, это лишь догадка. Несмотря на наши возможности засекать свет с самых далеких галактик, мы до сих пор не можем точно сказать, сколько планет в нашей Солнечной системе. В ней две основных неопределенных зоны. Первая – между Солнцем и Меркурием. Там слишком ярко, чтобы что-либо засечь. И напротив, между Ураном и облаком Орта слишком темно. Есть способ по определению траектории астероидов. Используя этот метод, выяснилось, что там есть подозрительное пространство в форме планеты, вокруг которого вращается пояс из астероидов. Возможно, там находится планета в 4 раза больше Юпитера. Физик-позитивист Ричард Миллер полагает, что там может быть второе Солнце. Невероятно, насколько много еще предстоит изучить даже в нашей родной Солнечной системе. Номер два. Как работает велосипед? С обывательской точки зрения все просто. Залезаем на велосипед, крутим педали и все. Но касательно того, что велосипед остается в вертикальном положении, в мире физиков не все так просто. Сначала считалось, что задействовано сохранение углового момента. Так, что когда велосипед падает или виляет, рулевое управление и движение вперед погашает эти эффекты. Наподобие работы гироскопа. Но в 2011-м в научном журнале была опубликована статья, в которой утверждалось, что гироскопический эффект не нужен, чтобы велосипед оставался в вертикальном положении. Другая теория под названием «эффект тропы» объясняла принцип движения велосипеда. На сегодняшний день мы можем объяснить генетическую составляющую человека, но не можем точно объяснить, как едет велосипед. Номер один. Почему у нас разные группы крови? А вы знаете свою группу крови? Если нет, есть простой способ определить. Извлеките 2 литра крови, хорошенько попрыгайте, пока не позеленеет в глазах. Когда очнетесь в больнице, просто спросите медсестру. Она охотно расскажет, но не сможет объяснить, почему вообще существуют разные группы крови. Их более 20 типов. Как считается, человек развил их за 20 миллионов лет эволюции. И хотя не знаем зачем, но мы знаем, что у крови разные свойства. Люди со второй группой крови более восприимчивы к оспе, а с третьей группой кишечной палочке. Должна быть прямая связь между группой крови и восприимчивостью к болезням. И более того, есть теория, по которой считается, что люди с четвертой группой пришельцы. А вы тоже? Чтобы узнать, нужно пролить кровь. Ну что ж, а на этом у меня все. С вами был профессор Гуглов. Ставь лайк, если ты пришелец. Подписывайся на канал. Увидимся.